Всем привет, черная пятница в прямом смысле этого слова, распродажа практически на всех рынках, индекс Мосбиржи у нас падает более чем на 2,5%, курс доллара к рублю на момент записи обзора 75 рублей и 50 копеек, нефть провалилась и торгуется ниже 78 долларов за баррель нефть марки Brent. Что произошло? Ну понятно, что все уже знают, Всеверная организация здравоохранения собирает экстренное совещание, выявлен новый штамм. Вот теперь вопрос, каковы риски и вообще какая актуальная информация имеется на сегодня. Сейчас московское время, 2 часа дня по Москве, пока пишу данное видео. Давайте поймем, что происходит и что нам ждать в будущем. Вместе сейчас же и посмотрим, что происходит на рынках, на бирже, на московской, в частности, индекс у нас открылся с гэпом вниз. Разрыв примерно составляет, если в процентном отношении смотреть, ну небольшой относительно, но тем не менее 2,4%. Падает практически все, действительно распродажа, за исключением, например, компания Polymetal, это золотодобывающая компания, дневной таймфрейм. Мы, в принципе, видели подобную историю в прошлом году, тогда, когда весь рынок валился. Золотодобывающая компания, в частности, Polymetal, да и поле золота, наоборот, показывали хорошее движение вверх. Но оно обычно так и бывает, когда какие-то серьезные беспокойства на рынках, конечно же, в первую очередь, покупают золото. Само золото растет, но мы сейчас посмотрим. При этом, обратите внимание, если мы глянем, например, Сбербанк, Сбербанк у нас в красном цвете, естественно, нефтедобывающие компании больше всего валятся, поскольку высокие риски именно для рынка нефти. Но вот, например, Газпром или Новотек, это две крупнейшие российские нефтегазовые компании, в частности, больше газовые компании. Вот здесь такое впечатление, что здесь идут покупки, вот на этом провале очередном, здесь идет именно выкуп и, возможно, лучшее сейчас на рынке после золотодобывающих компаний. Сейчас, конечно, не будем здесь однозначные выводы делать, поскольку риски для всех, но еще раз обращаю внимание, именно газовые компании сейчас более или менее смотрятся неплохо. Что дальше? Ну, понятно, у нас другие активы тоже все в минусе. Что касается других активов, валютная пара доллар-рубль, мы видим некоторый всплеск, вот сейчас торгуется чуть-чуть пониже, чем 75,5 рублей за американский доллар, если бы точнее 75,46. Вот нефть у нас достаточно сильно провалилась, опять-таки, давненько мы еще не видели такого движения, это дневной таймфрейм, почти 6% падения, но это на самом деле сильно. Но другие активы, алюминий, также 4% падения, натуральный газ у нас немножечко подрастает, это, возможно, и объясняет некоторое хорошее более-менее относительно положение газовых компаний России. Что касается золота, золото тоже у нас подрастает более 1%, а вот индекс страха у нас, смотрите, очень сильно взлетел. Индекс страха это индекс волатильности и по-другому, если говорить проще, ну, понятно, все падает, все распродают активы, но, естественно, есть определенные страхи. У нас достаточно серьезно увеличилось сразу на 6,8% доходность десятилеток, двухлетки аж на 20% увеличение. Короче говоря, ну, серьезные движения на рынках. Собственно, что происходит? Вот на рейтрис уже есть информация, что совещание Всемирной Организации Здравоохранения будет проводить по поводу нового варианта, который обнаружили на территории Африки. Более того, российские СМИ, в частности ТАРТАС, сообщают, что первый случай инфицирования уже выявлен на территории Израиля. А это развитая страна, это уже далеко не африканская страна, вот с ее сэкономикой, а Израиль все-таки это уже более или менее страна, которая, скажем так, участники, точнее жители этой страны путешествуют, перемещаются. И, конечно же, вот эти вот новости, они несколько настораживают, знаете, некоторые дежавю, как вот в прошлом году. Что касается других стран, вообще ситуации, Великобритания уже закрывает авиасообщение с некоторыми странами из Африки, из Южной Африки в частности. Поскольку именно там обнаружили вот этот новый штамп, так называемый, он опасен тем, что у него какая-то другая структура, белковая. И пока еще до конца непонятно и неизвестно, насколько он опасен на самом ли деле, насколько он заразен. Но вот пока что нет дополнительной информации, все только еще в фазе вообще понимания, осознания, что происходит. Ну а почему нефть падает, оно, в общем-то, все объяснимо, поскольку это действительно серьезно ударяет по авиаперелетам. Авиаперелетам, это закрытие границ, это опять снижение потребления топлива. И все это опять на фоне увеличения добычи нефти со стороны ОПЕК+. Естественно, возможно, будет реакция вот на это вот все. Ближайшее заседание будет 1-2 декабря, и мы говорим про ОПЕК+. И, возможно, они оперативно изменят свою политику. У них есть поводы изменить. Мы знаем, что США выливает дополнительные баррели нефти. Ну и плюс ко всему, вот эти новости из части здравоохранения, они, конечно, сильно ударяют. Теперь вопрос, а что дальше, какие перспективы? Ну, теперь, я думаю, что будем выяснять, мы также будем следить за этой историей, в плане того, насколько все это действительно серьезно, насколько опасно. Поскольку одно дело выявить вот этот новый штамм. Действительно, рынок сейчас крайне напуган, осторожен, потому что не успели мы оправиться от, еще сказать, предыдущего штамма. Некоторые страны еще не выполняют план по так называемой вакцинации населения. Еще не выработан жесткий, конкретный, ответный удар и инструмент против текущей заразы, которой мы с вами боремся. Я имею в виду действующий штамм вируса. Ну, а вот то, что сейчас происходит новое, понятно, вот это самое главное неизвестность, вот это самое страшное, что может быть сейчас для рынков. Но какие здесь могут быть рекомендации в этой ситуации? Я думаю, что прямо все распродавать, конечно, нет смысла. Рынок это достаточно волатильная штука. Если вы держите на долгосрок акции, то, я думаю, не стоит прям все так сбрасывать, скидывать, распродавать. Поскольку, да, возможно, коррекция будет и более глубокая. Но, по примеру, прошлого года, если вот этот фактор здравоохранения, он является сейчас в приоритете, то вот как он быстро повлиял на рынке, так же он быстро может и отойти, поскольку врачи, ученые разберутся с этим вопросом и будут какие-то решать вопросы в плане ликвидации вот этой вот новой заразы. Но, с другой стороны, если вы не приемлете к риску и у вас, например, хорошая прибыль и вы не хотите потерять эту прибыль, зафиксировать ее, ну, в принципе, имеет смысл, может быть, даже в этом плане и продать. То есть, тут все индивидуально. Что касается курса доллара, я считаю, что потолок здесь еще далеко не, так сказать, найден. Вероятно, дальнейшее движение, да, понятно, что сейчас будет некая борьба. Более того, сейчас мы глянем на часовик. Мы видим, что здесь, вероятно, вышли серьезные вот объемы именно на продажу, да, вот особенно вот этот предыдущий час. Вот сейчас мы с вами наблюдаем некоторую попытку прямо сбить вот этот вот ажиотаж. И вот этот вот, видите, объем, например, вот эта пятиминуточка по московскому времени, это в час дня, 15 минут, вот вышел такой объем на продажу. Складывается впечатление, что вот именно здесь уже начинает работать, может быть, центральный банк. Я не буду тут каких-то теорий строить, но вот этот объем, как правило, это идет какой-то профессиональный слив, то есть это идут большие деньги. Поэтому здесь идет именно остановка. Но если мы его пробиваем, были прецеденты, что пробивали с легкостью вот этот объем, то понятно, у нас 76-77 рублей за американский доллар. Это вполне себе достижимая цель. Ну, понятно, что мы увидим, вероятно, ее, может быть, только на следующей неделе. Но пока что только предположение. Но мы за этой историей будем дальше следить оперативно в телеграм-канал про деньги и рынки. Если там какая-то интересная информация будет появляться, более значимая. Мы, конечно же, ее будем с вами обсуждать и уже принимать решение, что называется, по ситуации. Но пока что все. Пока что добавить нечего. Информация обновляется буквально там через каждые 5 минут. Мы, конечно, все это подытожим. И завтра это все еще с вами обговорим. И однозначно уже попытаемся понять, что на самом деле все-таки происходит. До встречи в следующем обзоре.